Тигр 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 Это 122-мм пушка образца 1931 года. Именно с ней в декабре 43-го и начали серийный выпуск танка. Сначала он назывался ИС-122, но в марте 44-го его переименовали в ИС-2. С таким названием он и вошел в историю войны. Танк получился. Удивительно компактный. Чуть больше 34-ки и заметно меньше не только Тигра, но и Пантеры. Вес ИС-2, как и у Пантеры, 46 тонн. Тигр был на 10 тонн тяжелее. Однако по броневой защите ИС-2 превосходил своих немецких оппонентов. ИС-2 полностью соответствовал требованиям поточного производства с использованием неквалифицированной рабочей силы. В конструкции использовалась простая технология литья бронедеталей. Наркомат черной металлургии просто не мог обеспечить достаточное количество катанной брони, считавшейся более качественной. Тем не менее, летая броня ИС-2 держала удар 88-мм пушки Тигра на дальних дистанциях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мощнейшая пушка ИС-2 была не только главным его достоинством, но и недостатком. Звучит парадоксально, но это именно так. В танковом бою далеко не все решает калибр пушки или качество боеприпаса. Скорострельность также очень важна. А по этому показателю наш танк не мог сравниться ни с Тигром, ни с Пантерой. Скорострельность пушек немецких тяжелых танков составляла 6-8 выстрелов в минуту. А у Д-25Т пушки ИС-2 всего полтора-два. Поэтому в случае первого промаха, а они не были редкостью, советский танк вполне мог получить 2-3 попадания перед тем, как наш экипаж мог ответить. Боекомплект ИС-2 состоял из снарядов раздельного заряжания, а немцы использовали унитарные боеприпасы. Конечно, очень многое зависело от подготовки экипажей. Если удавалось попасть в Тигр с первого раза, второго выстрела не требовалось. Бронебойный снаряд пушки ИС-2 пробивал лобовую броню немецкого оппонента на дистанции 1200 метров. Но такие случаи были очень редкими. Несмотря на это, танкисты Панцерваффе считали Сталина, как они называли наш танк, весьма серьезным противником. Немецкие тактические наставления рекомендовали танкистам избегать боевых столкновений с советским танком, не обеспечив себе численного преимущества. Истребителем вражеских тяжелых танков ИС-2 так и не стало. Он отличился в другом. В конце войны ИС был незаменим при штурме хорошо укрепленных населенных пунктов. Осколочно-фугасный снаряд его пушки весил 25 килограмм, больше, чем у любой другой танковой пушки Второй мировой войны. Любые доты, бетонные укрытия, кирпичные стены – все разлеталось буквально в пыль. В роли штурмового танка ИС-2 не было равных. В 1945 году выпуск ИС-2 прекратили. Предполагалось, что вскоре его заменят новые, более совершенные машины. Однако быстрой замены не произошло, и эти танки еще долго служили в советской армии. В 60-х годах все ИСы прошли модернизацию и стали называться ИС-2М. В 70-е и 80-е годы они служили на советско-китайской границе, а окончательно были сняты с вооружения только в 1995 году. Полвека в строю. Отличный результат для любого образца военной техники. Субтитры создавал DimaTorzok